Пока жители Екатеринбурга пережидают коронавирус дома, на улицы вышли коммунальщики. Они затеяли генеральную уборку города. Продолжит Валерий Ачоб. Зарядил машину раствором, вооружился шлангом, прицелился бой. Объявлен он, конечно, не памятнику основателям Екатеринбурга, а граффити на нем. Под мощным напором краска и грязь безоговорочно капитулируют. От граффити коммунальщики уже освободили ранее захваченный вандалами исторический сквер. Уборку проводят в рамках месячника чистоты. Из-за коронавируса он актуален как никогда. С помощью аппарата высокого давления специалист отмывает дорожные знаки. Несмотря на то, что сейчас большинство уральцев сидит дома, антивирусный клининг делают и в общественном транспорте. Пожарная машина и та оказалась под прицелом шланга с водой. Спасатели сейчас тоже на страже эпидемиологического благополучия населения. В пожарно-спасательных подразделениях регулярно проводится влажная уборка, дезинфекция помещений, территорий, а также спецтехники. Специалистами медико-психологической службы осуществляется контроль за состоянием здоровья сотрудников, которые заступают на службу. 36,5. Записывайтесь. По поручению губернатора, в Свердловской области дезинфицируют места общего пользования. Специалисты проводят уборку в подъездах, особое внимание уделяя лифтам и перилам. По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, управляющие компании Екатеринбурга должны делать это не реже раза в день. В регионе в неделю. На сайте государственной жилищной инспекции открыта горячая линия. Жители, которые видят, что управляющие компании игнорируют, либо не выполняют это требование, не могут обратиться туда. И жилищная инспекция совместно с министерством примет все меры, чтобы обязать управляющую компанию выполнять эти функции. Несмотря на антикоронавирусные меры, на улицу без острой необходимости свердловчанам лучше не выходить. Сейчас стратегическая задача для всех в сражении с пандемией не дать вирусу взять верх.